Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры! Слава Господу, что мы имеем еще одну возможность быть в Доме Его. Слава Ему за то, что мы можем, подходя к празднику Рождества, собраться вместе для того, чтобы иметь это общение, еще раз вспомнить те события, которые происходили. Сегодня, как вы знаете, мы продолжаем, и все эти рождественские праздники, мы продолжаем рассуждать и отвечать на вопрос, для чего родился Христос. И сегодня также будут говорить и будут открывать эти темы. И одна из этих тем – Иисус Христос родился для того, чтобы дать нам жизнь. И не просто жизнь, а жизнь с избытком. Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за всех нас. Давайте склонимся, поблагодарим Его, помолимся Ему, попросим благословения на это служение. Господь, Отец наш Небесный, мы к Тебе приходим, церковь Твоя, и сердечно благодарим Тебя за то, что мы вновь можем быть в Доме Твоем, мы вновь можем собираться вместе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты в свое время родился. Родился для того, чтобы умереть. Родился для того, чтобы принести нам жизнь, жизнь с избытком. Благодарим Тебя за то, что, Господи, в свое время мы познали Тебя, мы уверовали в Тебя. И мы можем, Господи, служить Тебе. Просим, чтобы Ты благословил наше общение сегодня, чтобы Ты благословил братьев, которые будут говорить Слово Твое. Помоги, чтобы это Слово касалось каждого из нас, чтобы это Слово могло приносить плод. Помоги, Господи, чтобы почва сердца нашего была открыта, чтобы это была добрая почва, для того, чтобы Слово Твое могло проникая произвести плод в свое время. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил все служение, благословил хор, благословил всех славящих Тебя. Помоги, чтобы и сегодня мы могли прославить Тебя, потому что Ты достойный этой хвалы, Ты достойный поклонения от нас. Поэтому помоги нам, Господи, возвеселиться духом, возвеселиться сердцем и прославить Тебя. Благослови каждого, кто пришел сегодня. Помоги нам открыть уста свои и прославить Тебя в молитве. Возблагодарить Тебя за то, что Ты в свое время родился для того, чтобы дать нам жизнь, для того, чтобы, Господи, умереть. Благослови все это служение, прибудь с нами. Благослови тех, которые не могли быть здесь, Господи, по различным причинам, их благослови. Церковь Твою по всему лицу земли благослови. Помоги в этот день особенный прославить Тебя, Бога нашего. Прими хвалу и благодарение за все. Аминь. Слава, слава, Вышний Богу! Слава, слава, Вышний Богу! И на земле мир. Человека, благослови. Человека, благослови. Человека, благослови. Субтитры подогнали Симон. 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 И вы знаете, это действительно удивительная цель прихода Господа на эту землю для того, чтобы умереть. Очень часто, когда рассуждают о каких-то великих людях, как бы о их жизни на земле, никто не говорит о смерти. Всегда говорят о том, что было сделано, о каких-то действиях, о каких-то открытиях. Но самое основное, что мы должны помнить о пришествии Иисуса на эту землю, его рождение, это его смерть. Он родился для того, чтобы вкусить смерть за всех. Не для того, чтобы творить чудеса, не для того, чтобы воскрешать мертвых, не для того, чтобы проповедовать, не для того, чтобы помогать другим, хотя и это стоит на своем месте, но он пришел вкусить смерть за всех. Если мы не будем помнить вот эту простую истину, то Христос может для нас так и остаться учителем, пророком, хорошим проповедником, но никогда не станет Сыном Божиим. Он является Сыном Божиим только лишь потому, что он вкусил смерть за всех. И смерть пришла в мир с грехопадением человека. Она преследует его до сих пор. Апостол Павел когда-то написал в Римлянам 6 глава 23 стих, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И нам с вами, я думаю, известно достаточно примеров, особенно из Ветхого Завета, когда Бог наказывал за грех человека, наказывал семью, наказывал народ, а однажды даже наказал все человечество, когда потоп пришел на землю. Избавление от смерти всегда желали многие. Чего только люди не придумывают. И человечество по-разному пытается решить вот эту проблему, придумывая различные средства, диеты, программы. Есть даже люди, которые после своей смерти завещают, чтобы, вот так сказать, их тело заморозили, надеясь, что через 50, 100, 200 лет разгадают все-таки смысл или загадку вечной жизни. И вот они воскреснут, и вот снова начнут дальше жить. Они по-своему праву, они действительно воскреснут. Только не для того, чтобы дальше жить, а для того, чтобы прийти на суд и дать ответ Богу. Все эти попытки человека, они напрасны. Мы читаем, в Писании написано, что положено однажды человеку умереть, а потом суд. Положено, и от этого факта мы никуда не уйдем. И проблема человека без пришествия Иисуса на эту землю была бы такой. Он умер, он приходит на суд, и ему нечего сказать. Ему не в чем оправдаться пред Богом. И тогда ему остается только один выход – идти в ад. Жертва, которая была бы угодна Богу, та жертва, которая могла бы удовлетворить и объединить Божью справедливость, Его любовь к людям, среди людей найти было невозможно. Мы о Христе читаем, что в Нем милости и истина встретились, правда и мир сочетались. Такую жертву можно было найти только на небе, только у Бога. И мы читаем Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог отдает Своего Сына в эту жертву. И вы знаете, что Иисус, будучи Сыном Божиим, будучи таким же Богом, Он не просто соглашается с волею Своего Отца, может быть, даже как бы нехотя, но Он с полным пониманием принимает этот призыв. Мы читаем послание к филиппийцам во 2 главе, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушным Отцу даже до смерти и смерти крестной. Христу не просто пришлось вкусить смерть, то есть Он не просто умер в какой-то момент своей жизни, вкусить смерть за всех, как много заключено в этих словах. Когда мы с вами перечитываем последние главы Евангелия, мы видим, что заключается в этих словах, какие ему страдания физические, пришлось перенести унижения, побои, насмешки. Но более были страдания духовные. Особенно мы читаем об этом, когда Он находился в Гефсиманском саду, когда тяжесть наших грехов легла на Него, и Он переживает разлуку с Отцом, будучи Сыном Божиим, будучи в то же время и человеком. И вот это духовное страдание, духовная смерть, если можно так сказать, действительно тяжело переносилась. И находясь на этой земле, Иисус Христос, проводя Своё служение, Он ни на минуту не забывал об этой цели Его прихода, вкусить смерть за всех. Он как-то говорил, «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока совершится это?» Перед своим последним праздником Пасхи Он сказал такие слова, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришёл». Христос вспомнил об этом на последней вечере с учениками, когда Он обращается к Иуде и говорит, «Что ты делаешь, делай скорее». Находясь в Гефсиманском саду, Он умоляет Отца, если есть возможность не вкусить Ему эту смерть за всех. Но тут же добавляет, впрочем, не как я хочу, но как ты. И вот наступает финал Его жизни, когда подходит вот эта цель Его прихода на эту землю, вкусить смерть за всех Голгофа. И на Голгофе Он лишён всякой поддержки. Уже нет того ангела, который находился вместе с ним в Гефсиманском саду и укреплял Его, Он оставлен всеми. На нём находится тяжесть наших грехов, и подходит час, когда Ему должно вкусить смерть за всех. Но, знаете, даже чувствуя вот этот вкус смерти, её приближение, тем не менее, Христос, даже находясь на Голгофе, на этом кресте, Он продолжает дарить жизнь людям, которые находятся вокруг Него. Разбойник, который висит рядом с Ним, для того, чтобы умереть и пойти в ад, вдруг получает вечную жизнь. И последние свои слова, которые Он произносит, совершилось. Это финал жизни. Это как раз исполняется та цель, ради которой Он пришёл на эту землю. Вкусить смерть за всех, для того, чтобы нам дать жизнь вечную. И первый человек, который это осознал, как неудивительно, это был сотник. Это был человек, который руководил распятием, руководил всем этим процессом. Мы читаем его слова, которые он говорит, «Воистину, это был Сын Божий». Пилат, когда его отправлял на Кайс, тоже понимал, что перед ним непростой пророк, но не смог переступить через себя. Всё, что он сделал, это омыл свои руки. Вот этот сотник понял ту истину, которую на тот момент даже не понимали все ученики. Некоторые разбежались, некоторые вернулись к своим прежним занятиям. Но на тот момент, когда происходит смерть Христа, по крайней мере, один человек сказал, что «Воистину, это был Сын Божий». И вы знаете, в эти рождественские дни, когда мы с вами слушаем много и Слово Божие, для чего пришёл Христос, какова Его цель, будем помнить, что основная цель – вкусить смерть за всех, чтобы лишить власти сатану, лишить власти этот первородный грех, который уже не должен царствовать в нашем теле. Он отдал самое дорогое. Вот эта традиция, которую, может быть, у нас там не было, здесь она больше проявляется, как бы дарить рождественские подарки, она, может быть, имеет под собой и неплохое основание. Начало рождественскому подаркам, рождественским подаркам было положено на небе, когда Бог Отец дал нам самый дорогой рождественский подарок. Он отдал своего Сына. И вы знаете, этот подарок был не такой, как мы, может быть, иногда получаем или сами дарим. Получил и думаешь, ну что с ним теперь делать? И потому, может быть, многие очереди выстраиваются после Рождества, чтобы сдать вот эти подарки, никому не нужные. Бог Отец дал нам самый дорогой рождественский подарок, который мог вообще существовать на то время. Он отдал Своего Сына. Он не просто отдал Его Сына, чтобы Он жил на земле, ходил между нами, но Он отдал Его на смерть, для того, чтобы Тот впустил смерть. И через эту смерть мы все имеем жизнь вечную. Вот это был рождественский подарок от Бога для нас. Будем помнить об этом и в эти рождественские дни, когда мы вновь и вновь вспоминаем о цели прихода, о том, что сделал Христос для нас, и в жизни своей постараемся жить соответственно вот этому рождественскому подарку. И вот это Иисус Христос, вкусив смерть, Он принес нам радость. Не какую-то временную, которую мы иногда имеем через наши подарки, которые получаем, но Он придет нам радость вечную, постоянную, внутреннюю, которая, как написано, не отнимет у нас никто. Мы сейчас будем молиться. Я хотел, чтобы мы, склонившись, поблагодарили Бога за то, что Он послал своего Сына, который вкусил смерть за всех нас, за то, что через смерть Его мы приблизились, стали родными друг к другу, можем служить Ему, можем называться детьми Его, и имеем жизнь вечную. Аминь. Как будто мир не против в самом деле отметить Иисуса Рождество. Заранее афиши запестрели и объявления. Будет торжество. И обещают, праздник будет ярким, не будет скучно никому, твердят. Готовятся сюрпризы и подарки, блеск мишуры, огни кругом горят, с экранов телевизоров лавина рождественских концертов, шум и гам. Но прародившегося Божья Сына не вспоминает и словечко там. Там песни, пляски, шоу-представления, и с виду в самом деле праздник. Но там празднуется не Христа рождение, там развлечение и рекой вино. Не радуются там, а веселятся. И не желают многие о том, не то чтобы другим себе признаться, что незнакомы близко со Христом. Для многих ныне Рождество лишь повод устроить вечеринку для гостей. И величают за столом любого, не вспоминают только о Христе. Хотя, спроси их, знают что-то вроде о Боге, об Иисусе. Только вот сегодня горделиво о свободе, о праве выбора, твердит народ. И выбирают шутки, прибаутки, благоговенья и в помине нет. Задумайтесь же, люди, на минутку, что нужно и за это дать ответ. Таким вот в мире нынешнем безликим и безымянным праздник этот стал. А он ведь должен самым быть великим, ведь это же рождение Христа, рождение того, кто согласился оставить в небесах Отцовский дом. Он человеком на земле родился, мир встретился с Мессией, с Христом. Свершилось Слово Божье плотью стало, в Нем была жизнь и свет для нас в Нем был. И это Слово с нами обитало. Вот как людей Всевышний возлюбил. Мир, кажется, забыл о самой сути, о важности события того. Должны сегодня везде славить люди Спасителя, Его лишь одного. Достоин Он хвалы, достоин чести и благодарности, достоин Он. поклонишься, поклонимся ж Ему на всяком месте за то, что Бог был на земле рожден. Аминь. Над городом кружит пурга, искрят кругом рождества. Я жду тебя, я жду тебя на праздник чудесной зимы. Часы идут, 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 они когда-нибудь свое возьмут. Давай простим друг друга мы в ночь добра и любви. Ночь на Рождество нас ждет благая весть, что Христос пришел спасти нас, что Он здесь. Только нам сердца свои пустить добро в ночь на Рождество. В ночь на Рождество посмотрим небеса, улыбнется нам рожденное звезда, помолимся в кругу друзей за веру, за добро. Исполнится желанья вдруг, все будет к лучшему, поверь, мой друг, пробьет нас час, пробьет нас час, была бы лишь вера у нас. Не в эту ночь на Рождество наш дом уютен, в нем друзей полно. Мы видим свет, мы видим свет, оставившего мудрый завет. Ночь на Рождество нас ждет благая весть, что Христос пришел спасти, он что есть, только нам сердца свои пустить добро в ночь на Рождество. Ночь на Рождество посмотрим в небеса, улыбнется нам рожденная звезда, помолимся в кругу друзей за веру, за добро. помолимся в кругу друзей за веру, за добро. на Рождество Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И каждый раз, когда вы вспоминаете Рождество, когда вы празднуете Рождество, я хотел бы, чтобы вы помнили вот этих вот три истины о подарке, о величайшем подарке, который Бог дал каждому из нас. Вы знаете, в чем первая истина? Первая истина заключается в том, что Иисус Христос является этим подарком. Когда мы говорим о Рождестве, я хотел, чтобы вы смотрели, что Рождество – это не елка, Рождество – это не просто конфеты, Рождество – это не просто машинки, которые вам могут подарить. Рождество – это подарок, и подарок – это Иисус Христос. Когда мы с вами смотрим Слово Божие, Слово Божие в Евангелии от Луки во 2 главе, нам говорят такие слова в 11 стихе. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вот этим подарком является Господь, является Иисус Христос. И как вы думаете, кому этот подарок был дан? Кому? Всем нам. Всему миру. Всему миру. Всем нам. Каждому из вас. Мне. Всем, кто здесь сидит. И вообще всему миру. Бог дал этот подарок всему миру. Поэтому каждый раз, когда вы празднуете Рождество, когда вы вспоминаете Рождество в школе, с мамами, с папами дома, когда вы едете к дедушкам, к бабушкам, вы должны помнить, что Рождество – это подарок. Подарок Иисус Христос. Я хочу, чтобы вы запомнили еще вторую истину. Вы знаете, что этот подарок от самого Бога. Вам подарки кто дарит? Мама, папа дарят подарки, да? Друзья дарят подарки. Кто еще вам дарит подарки? Говорите, кто еще? Бабушка, дедушка. Хорошо. Кто еще? И соседи, и друзья. Хорошо. Кто еще? Родственники. Да, все родственники. Пожалуйста. Да, которые близки, которые дома. А вы знаете, что Бог, сам Бог дал нам подарок? Да, кто еще дарит? Да, братики и сестрички еще дарят подарки, да. А вы хотели бы получить подарок от самого Бога? А вы знаете, что Бог нам дал этот подарок? Бог, сам Бог дал каждому из нас этот подарок. Подарок, о котором мы с вами говорили. Поэтому вторая истина, которую я хочу, чтобы вы запомнили, что этот подарок, чудесный подарок, он от самого Бога. А кто мне скажет золотой стих Библии? Вот, пожалуйста. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Молодец. Действительно. Золотой стих Библии, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вы знаете, что говорится в этом стихе? Бог, сам Бог отдал сына своего, единственного, для того, чтобы всякий, кто верит в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дал этот подарок для каждого из нас. Я хочу, чтобы вы запомнили, что младенец Иисус, это не просто подарок, а это подарок, который дал нам сам Бог. Но вы знаете, что вам легко давать подарки? А вы кому-то дарили подарки когда-то? Дарили? Вам легко дарить подарки? Да? А если вам скажут, что вы подарили то, что самое лучшее у вас есть? Вот если у вас есть машинка, может быть, конструктор, может быть, курточка, то, что вы очень бережете, если вам скажут, чтобы вы это отдали кому-то, вам трудно будет это сделать? Трудно. Трудно это сделать? Конечно, трудно. Бог отдал сына своего, единородного, для того, чтобы каждый из нас, тот, кто верит в него, имел жизнь вечную. Но есть еще третья истина. Я хочу, чтобы вы запомнили еще одну истину. Когда вам кто-то, или родители, или дедушки, бабушки, или братья, сестры, или тети, дяди, когда они дарят вам какой-то очень хороший подарок, что вы делаете с этим подарком? Пожалуйста. Мы говорим спасибо. Так, говорите спасибо. Хорошо. Мы берегем его очень хорошо, чтобы его не сломали. Так, вы за ним смотрите, чтобы не сломали. И чтоб подарки будут красивые. Так. Мы играемся с ним. Играетесь, да? Мы играемся с ними. Так. Мы сразу открываем, и уже хочем играться с ним. Так, хорошо. Но вы знаете, вот то, что вы сказали о том, что говорить спасибо, быть благодарным, это очень важно. Тогда, когда вам дарят подарки, вы говорите спасибо. И этим вы говорите, что вы благодарны. Вы выражаете это благодарение. Вы его бережете. Вы смотрите, чтобы аккуратно с ним игрались, с подарком с каким-то. Правда? Когда мы с вами смотрим Слово Божие, апостол Павел о втором послании в Коринфянам, в 9 главе, в 15 стихе, он говорит «Благодарение Богу за неизреченный дар». Бог дал нам подарок. И мы должны быть благодарными. Я должен быть благодарным, вы должны быть благодарны, и вы должны быть благодарны. А как мы можем быть благодарными Богу за его подарок? Как? Не злиться. Не злиться, да. Хорошо. Никогда не говорите маме, что это плохое. Не говорите плохое. Не чей. Так, хорошо. Не баловаться. Не баловаться. Хорошо. Говорите, как мы еще можем дорожить подарком? Благодарить его. Молиться и благодарить его, что он послал сына своего. Говорить спасибо. Говорить спасибо. Когда мы говорим... Да, пожалуйста. Помолиться. Помолиться, да. Хорошо. Мы можем говорить спасибо, мы можем благодарить Бога. Помимо того, что мы благодарим Бога, мы можем... Что еще делать? Вы с вами говорили. Мы можем молиться ему. Мы можем благодарить Бога. Мы можем быть послушными практически. Мы можем быть послушными родителям. Мы можем быть послушны Богу. Вы знаете, что когда вы послушны родителям, вы слушаетесь Бога, вы исполняете его заповедь. Поэтому я хотел, чтобы вы запомнили три истины. Три истины. Рождество — это подарок. Но вы знаете, что подарок — это особенный. Это чудесный подарок. Этот подарок отличается от всех других подарков. Таких подарков больше нет. Этим подарком является Иисус Христос. Я хочу, чтобы вы запомнили. Каждый раз, когда вы будете вспоминать о Рождестве, я хочу, чтобы вы помнили, что Иисус Христос — причина Рождества. Вторая истина. Этот подарок нам дал сам Бог. Этот подарок пришел с неба. Бог его дал каждому из нас. И третья истина заключается в том, чтобы мы благодарили. Чтобы вы благодарили Бога. Молились Ему. Благодарили за Иисуса Христа, Который родился. Благослови вас, Господь, чтобы когда вы будете праздновать праздник Рождества, чтобы действительно могли помнить, почему, для чего мы это празднуем, и чтобы вы действительно благодарили Бога за тот неизрещенный дар, который мы получили от Бога. Благослови вас, Господь. Аминь. Благослови вас, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжая рассуждать над вопросом, для чего пришел Христос, пусть вот это будет всегда идти, знаете, как иногда музыканты говорят, между строк читаться. Между строк читаться. Да, мы говорим о каких-то истинах, но между строк мы читаем к себе в первую очередь. Себе мы читаем, себе мы говорим, до себя мы слушаем. Итак, продолжаем тему. Сегодня тема «Жизнь, жизнь с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 7 по 11 стих читаем. 7, 8, 9 стихи Евангелие от Иоанна, 10 глава. «Итак опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, сколько их, не приходили предо Мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Ясен дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Братья и сестры, я тоже хочу жить с избытком, да, мы сразу говорим. «Чтобы у меня полные аккаунты были, чтобы у меня было все самое лучшее, самое красивое». Об этом ли идет речь? Сегодня об этом говорят, проповедуют, сегодня об этом создана целая религия, благополучие ее называют. Верующий не должен болеть, верующий не должен скорбеть, верующего ничего не должно посещать, у него должно быть самое лучшее, самое примерное и так далее, и так далее можно продолжать. Так ли это? Сразу приходит на память муж Божий, апостол Павел. Что у Павла было? Да ничего не было. Что у него самое лучшее было? Да ничего у него не было. Ни здоровья, ни денег, скитался, ходил, проповедовал, своими руками палатки шил, зарабатывал, и можно продолжать, продолжать, да? Но оно как бы банально звучит. Что было, ничего не было. Да, материально ничего не было. Но он говорил, что я обогащен во Христе. Он говорил, что во Христе я все имею. И помните, как он сказал, ради познания Христа я все почитаю за ссор. Все. И благополучие, и деньги, и все, что есть на этом свете. Богатство все, все почитаю. И мы возвращаемся к нашему тексту сразу. Да, на память приходит сразу мысль, жизнь с избытком. Человек, приходящий к Богу, должен иметь жизнь с избытком. И мы понимаем материально сразу, что тут в нашем сознании, в нашем естестве просыпается материальное понимание, обогащение какие-то. Пришел как-то новообращенный в церковь, покаялся, крестился. Прошло год, два, три. Встает на собрание, говорит, братья и сестры, прошло три года. Слава Богу. Ну как, слава Богу, братья и сестры, три года же прошло. Слава Богу, брат, дай Бог тебе еще многие лета. Нет, братья и сестры, вы меня не поняли. Три года прошло. Ну ему в смущении уже отвечают, ну слава Богу, что три года. Он говорит, нет, через три года должен быть дом хороший у меня, мне сказали. Как к баптистам пойдешь, машина самая лучшая должна быть. Вот я смотрю, вы на машинах таких хороших все ездите. Я должен костюм носить хороший. И начинают эти все перечислять моменты. Говорит, а кто тебе такое сказал? Сказали, говорю. Какое-то такое ошибочное, перевернутое, такое узкое понимание. Да, ты приди к Богу, и у тебя все будет. Но опять возвращаемся к тексту, друзья. Христос говорит, я даю жизнь. Поначалу, в конце 11 стиха, 10, извините, он говорит, что я пришел для того, чтобы имели жизнь. Сначала, заметьте. И затем, в этом сложносочиненном предложении, он дает дополнение и жизни с избытком. Давайте сначала посмотрим сюда, себе вовнутрь, да, и зададим вопрос. А кто из нас с вами сейчас не живет? Мы что, мертвые? Мы не мертвые. Мы ходим, движемся, кушаем, спим, встаем, смеемся, радуемся, скорбим. Братья и сестры, а кто не живой, скажите? Все живые. Ну, давайте тогда дальше будем опускаться глубже, да, такую последовательную цепочку будем нанизывать, нанизывать и думать. Христос говорит, я пришел дать жизнь, но мы живем с вами. Значит, вольно-невольно уже идет сознание туда, в ту сторону, к духовной стороне, что речь уже не идет о каких-то материальных пониманиях, не идет о каких-то физических ценностях, каких-то этих житейских приоритетностях. Жизнь уже, речь идет о жизни какой-то другой уже. О жизни, которой, может быть, мы не понимаем с вами еще до конца ту жизнь. О жизни, которую люди на то время слушали и удивлялись, и ужасались. А какой вот жизни, говорит, мы с вами живые люди. Представьте, на тот момент приходит учитель, великий учитель, как его называли, и говорит, я пришел, чтобы жизнь вы имели, и жизнь с избытком. Все люди удивлялись, пересматривались, жизнь и жизнь с избытком. Но ведь мы живем, мы не мертвые люди. Христос показывает удивительную параллель, проводит, показывая параллель. Посмотрите, немножко выше, в 10 тексте он говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. В параллель о своей жизни он приводит противоположную сторону. Он приводит противника свой и говорит, что есть другая противоположная сторона, которая имеет свои цели, свои намерения. А я имею свои намерения. Этот хочет украсть, убить, погубить, а я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Так опять же возвращаемся, друзья мои, к рассуждению. О какой жизни? О какой жизни с избытком говорил Христос? О чем идет речь? Если мы рассуждаем, что Рождество было для того, чтобы имели жизнь и с избытком имели, так о какой же жизни идет? Да, мы все с вами верующие опять, мы все с вами христиане, мы почти все с вами крещеные тут, мы с вами все верующие, мы понимаем, что о духовной жизни идет речь. И это в действительности так. Я хочу специально прочитать целую группу стихов из Евангелия от Иоанна тоже, которая говорит, о какой жизни имел, что имел в виду, какой смысл влаживал Христос, говоря о жизни и жизни с избытком. Итак, начнем с вами читать, друзья мои, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 15 стих. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3, 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Евангелие от Иоанна, 5, 40. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Евангелие от Иоанна, 6, 47. «Истина, истина говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 10, 28. «И я даю жизнь вечную, и не погибнут вовек». Первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам». И мы читаем с вами послание к римлянам, 6, 23. «Дар Божий – жизнь вечная во Христе и Иисусе». Вот о какой жизни имел в виду Христос. Вот что говорил Христос своим слушателям на тот момент. «Я пришел принести жизнь, вечную жизнь». Иоанн говорит, «Мы видели, мы свидетельствуем о той жизни, которая была у Отца и пришла сюда, на землю». Но рассуждая, друзья, о жизни, я хочу задать опять нам всем вопрос. А с чего начинается любая жизнь? С чего начинается любая жизнь? С рождения. Жизнь, любая жизнь, она начинается с рождения. Так же и духовная жизнь. Так же и духовная жизнь. Если мы помним эту прекрасную беседу Христа с Никодимом, «Кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Почему для нас иногда какие-то духовные истины, они непонятны становятся? Мы говорим многие моменты, которые нам пытаются влаживать, говорить, «Ты должен поступать вот так, потому что Писание так говорит, а мы это вместить не можем». Почему? Потому что наше рождение, оно или стоит под сомнением, или оно, может быть, прошло это рождение, но каким-то иным путем, неправильным путем. Ведь мы с вами понимаем, что рождение, оно тоже может быть неправильным. Оно может с какими-то болезнями, патологиями, с какими-то неправильными моментами происходить, и нести за собой какие-то последствия в развитии физическом. Так же и в духовном. И Павел неоднократно в своих посланиях пишет, «Вы не так познали Христа». Мы это называем, друзья, возрождением. Мы это называем возрождением. Слово Божие говорит, это рождение свыше, от воды и духа. Интересный текст записал апостол Павел, посланник Ефесиным. Я хочу его прочитать полностью. Ефесиным, 4 глава, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться умом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости». Здесь в этих трех стихах, друзья мои, есть удивительные глаголы. Три удивительных глагола, на которых стоит обратить внимание, рассуждая о жизни, о жизни в духе. Первое. Отложить прежний образ жизни. Отложить. Невозможно начинать заниматься чем-то другим, если не оставить что-то другое. Невозможно одновременно что-то делать. Тем более, говоря о таких вещах, как о жизни. Надо выбрать или одно направление, или другое направление. И неоднократно мы Слове Божьим говорим, что невозможно жить двумя жизнями. Невозможно ходить одновременно в два направления. Должно быть одно направление, должен один быть путь. И Христос говорил, не можете служить двум господам. Апостол Павел подчеркивает эту идею, отложить прежний образ жизни. И он говорит, какой этот прежний образ жизни? Истливающего в обольстительных похотях. Вот это прежний образ жизни. Дальше стоит противопоставляющий союз А. Он противопоставляет одну идею, другой идеей. И говорит, а обновиться духом ума вашего, обновиться, должно произойти вот это обновление. И облечься, облечься в другом переводе, одеться написано. Одеться в другого человека, в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости. Апостол Павел Карифтон говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Помните предложение этого текста? Древнее прошло, теперь все нового. В послании к римлянам апостол Павел говорит, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не сообразуйтесь, не принимайте этот образ, но принимайте другой образ, он говорит. Посмотрите, какие тексты, говорящие о том, что в жизни духовной должно произойти вот это разделение от физической жизни. Неправильно сказал, от плотской жизни, так сказать. Должна произойти вот эта граница, должна раз и навсегда быть поставлена вот эта граница. Вот об этой жизни, обновленной жизни, жизни в святости, в жизни в праведности, в жизни по Богу. И говорил Христос своим слушателям на тот момент. Но я хочу сегодня, друзья, обратить внимание еще на один текст, или еще одно словосочетание, которое показано в этом тексте. Христос говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Сразу можно, чтобы лучше было понять эту истину, можно понимать, какой избыток в духовной жизни есть. Избыток мы понимаем, как в материальной жизни мы понимаем, так этот человек имеет больше того, что он может иметь. Это как получили мы чек с вами, 2000 долларов, заплатили все билы, заправили все машины, выдали детям на мороженое, заплатили там всякие другие вещи, и еще остается. И мы говорим, вот это избыток, да? Вот это то, что мы понимаем, как бы избыток. Но давайте посмотрим, друзья, в нашей духовной жизни, какие мы с вами имеем избытки. Можно было бы, знаете, удивительно, что всемогущий Бог, Он богатый милостью, Он неограниченный Бог, в отличие от нас. Бог, Которого мы понять, познать не можем, до конца своей жизни будем это делать, и вечность, наверное, вся займет это познание Его. Мы никогда не можем проникнуться всей этой глубиной, богатством, этой бездной премудрости, да? И Бог говорит о том, что я не только пришел, чтобы вас спасти, и поставить это печать и сказать, достаточно, ты спасенный. Бог дает еще что-то, Бог обогащает, Бог дает многие вещи, которые мы можем пользоваться для того, чтобы наша жизнь духовная, она не была какой-то скучной, однообразной, серой. Жизнь во Христе – это жизнь силы, жизнь во Христе – это что-то особенное, жизнь какая-то. Недавно слушал проповедь, и молодой человек, который жил, ну, сказать так, не очень хорошей жизнью, и имел верующих соседей, и он, говорит, с ними сталкивался, и я всегда понимал, что моя жизнь – это не ихняя, не такой жизнью никогда не буду жить. Я вот смотрю на них, ну, что-то у них не такое, ну, какие-то они не такие, ну, все они делают не так, ну, мне хочется какую-то пакость сделать, а им этого не хочется. Я говорю, ну, что тебе, не хочется обмануть? Ну, иногда, говорит, хочется, но я не делаю этого. Ну, а что тебе, не хочется еще что-то? И он начинал, говорит, я сопоставлял, сопоставлял, и когда, говорит, действительно в моей жизни произошла критическая ситуация, являлся вопрос жизни и смерти, он говорит, я захотел с ними поговорить почему-то, с этими людьми, потому что они не были какими-то там особенными людьми, как внешне мы иногда видим, но они изнутри излучали что-то, эти люди, говорит. Эти люди изнутри что-то с собой показывали для меня всем вот эти десятилетия, которые я с ними жил, и они говорили, что есть духовная жизнь, другая жизнь, которая дает много того, чего ты хочешь иметь, чего ты не имеешь в этой жизни. Человек стремится к богатству и говорит, я хочу множество иметь, пришел к этому, и что дальше? И этого недостаточно, и еще больше, я хочу еще выше, еще дальше. И что дальше, придя к этому? Пройдясь по головам, по судьбам, я хочу иметь славу, я хочу иметь то, ну и что дальше, пришел к этому? Человек не испытывает удовлетворения. Духовная жизнь, духовная жизнь, она показывает в первую очередь удовлетворение, удовлетворение в Боге. Человек, обращающийся к Богу, он испытывает удовлетворение. Это не просто пришел, покаялся, принял крещение, чтобы родители счастливые были. Нет. Это туда глубже, это те понимания внутренние, которые иногда не всем понятны, и иногда не всем постижимы. Это то, что между мной и Богом находится. Итак, что же Бог дал нам по великой милости своей, по своему богатству благодати, друзья мои? Это очень много, но я для себя выписал некоторые моменты, что мы видим в избытке своей духовной жизни, или что мы можем иметь для полного счастья своей духовной жизни, так сказать. Избыток – это полнота в других переводах, это преисполненное удовлетворение. Это не просто, когда мы имеем избыток и говорим, вот у меня полно, или я еще хочу полно, это не избыток. Первое – это молитвенная жизнь, друзья мои. Избыток в духовной жизни – это молитвенная жизнь. Замечаю по себе, как только молитвенная жизнь – slow down, все вокруг меняется. Честно говорю, все вокруг меняется. Приходит раздражение, расстройство, какая-то горечь, какие-то другие посещают мысли негодные. Молитвенная жизнь поднимается, все вокруг меняется. Почему так происходит? Ну, вроде бы ничего не меняется вокруг. Все, работа, дети, жена, все, слава Богу. Ну, почему вот от внутреннего наполнения что-то всегда меняется? Бывает ли у вас такое? Я не знаю. Сужу по себе. Молитвенная жизнь на должном уровне – все вокруг так. Молитвенная жизнь не на должном уровне – все вокруг меняется. Почему? Потому что нет избытка в духовной жизни. Потому что вот эта привилегия, посредством чего я могу иметь общение со своим Богом, со своим Творцом, она сводится к минимуму. Я теряю эти отношения, я теряю эту связь. Я перестаю слышать его. Мое вытесняет духовное. Мое плоское начинает превозобладать над духовным. И начинается работать этот принцип, который Павел говорил. Живите по духу. Помните дальше? Чтобы не исполнять вожделение плоти. Одно вытесняет другое. Молитва – это важнейшая часть нашей жизни. Когда я обратился к Богу, извините, буду момент эти приводить, я услышал песню одну. Песнь «Возрождение 812». Помните? О молитва, о молитва. И там есть такие слова, которые особенно душу мою трогают. И там есть такой текст, слова. «Об одном прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих, и среди житейских битв подкрепляет ласково меня, чтоб твоя всесильная рука на плечах лежит моих». Недавно в нашей семье трагедия произошла. Умерла жена моего брата, моей жены брата, жена умерла от рака легких. Молодая девушка, 38 лет. И она умирала на плечах мамы. Сегодня рассказывал брат, который был на похоронах. Говорит, она обняла меня, она задыхалась, был рак легких. Она говорит, обняла меня, прижала меня. Она говорит, сутки не спала или двое суток не спала до смерти. И говорит, так и умерла у меня на плечах. Я когда готовил сегодня утром проповедь, писал конспект, я думал, какое благословение перейти в вечность, чувствуя руки Божьи на плечах своих, чувствуя Бога в своей жизни. Не хвататься за соломинку, а быть уверенным, быть действительно вот этим удовлетворительным покоем вот этим. Вот это избыток общения. Мы вокруг можем ничего не иметь. Могут от нас отказаться, нас не понимать, возненавидеть наконец-то нас. Но мы будем знать, что у нас есть молитва, этот верный путь, который никто не может преградить. Это верная связь, которая не нуждается ни в каком сервисе, ни в каких других вещах. В любой момент, в любом месте я могу склониться перед Богом и обратиться к Нему. Это избыток духовной жизни, друзья мои. И апостол Павел говорит, в молитве будьте постоянны, будьте постоянны в молитве. Второе, что очень важно, я увидел для себя, избыток выражается в радости. Избыток выражается в радости, в христианской радости. Представьте, друзья, когда мы что-то материальное приобретаем, покупаем какую-то хорошую вещь, которую мы долго мечтали. Я не думаю, что у нас печаль. Наконец-то я купил этот дом. Надо был мне этот дом. Купил я его, копил, собирал, отдал этот даунпеймент большой. Да я думаю, друзья, это совсем другое чувство, да? Или купил я эту машину. Я смотрел на своего отрока, который приобрел машину. Я думаю, что он так радуется? А он прямо прыгает вокруг нее, фотографирует ее внутри, снаружи. Я говорю, Даник, ты что ты? Папа, какая машина? Он наполнен этим чувствами. Он сразу всем отсылает эти фотографии. Он ликует от этого. Я смотрю на это, как все эти события, как будто действительно не к проповеди моей должны были прийти. Я думаю, а ликую ли это ко Боге моем? Возрадовалась душа моя, Господи моем, спасение моего. Помните, как Константин Андреевский тут стоял? Прямо так вот разлетались его руки, когда он о радости о Боге говорил. Вот это избыток понимать и знать, что Бог со мной. Он смотрит, он бледет меня, он соблюдает меня к вечной жизни. И что из руки его никто не похитит меня. Вот это избыток духовной жизни. Третье, о чем хотелось бы сказать. Это удивительное слово Божие, братья и сестры. Многие вероисповедания, религии, они имеют учение своих основоположников, какие-то дополнительную там литературу. Но мы с вами имеем удивительную книгу, которая дает этот избыток счастья, избыток духовной жизни. И я думаю, мы с вами можем посмотреть друг на друга и увидеть, кто действительно пребывает в словах Божиих, какая его жизнь, и кто им занимается этими упражнениями очень редко. Апостол Петр говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово. Вернейшее в другом переводе это обозначает, что точнее быть не может. Даже точнее, чем в аптеке. Вот эти милли, 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 сотые миллиграммов какого-то вещества в таблетках. И апостол Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Хорошо, это хорошее занятие. Это доброе занятие. И он говорит, что это как светильник, сияющий в темном месте. Это как светильник. Если выключить свет, потушить все и пытаться идти куда-то непонятно куда, можно проблем много иметь. Но находясь в этом мире зла, в тьме этой греховной, без него, без светильника никак. И обращаясь к нему, мы получаем действительно вот этот избыток счастья, друзья мои. Следующее, что хотелось бы сказать. Жизнь с избытком – это жизнь победы. Жизнь с избытком – это жизнь победы. Я хочу обратиться к книге Откровения. Вот так вот прочитывая эти тексты, у меня почему-то удивительно так произошло такое вдохновение. А как бы я назвал книгу Откровения для себя? Жизнь, книга грядущих событий. Да. Книга о том, какая будет вечность. Да. Ну а как бы я для себя вот сейчас, на данный момент ее назвал, вот в настоящее время? Я так, знаете, думал, думал, это книга победы. Это книга победы моего Бога над Лукавом. Это книга окончательной победы, я бы ее еще назвал. И посмотрите, заканчивая свое обращение к каждой из церквей, Христос произносит удивительную фразу. Он говорит, побеждающий, и дальше говорит. Побеждающий, и дальше говорит. И в конце, в 21 главе, он удивительные тоже слова говорит. Побеждающий наследует все. Все наследует побеждающий. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Если мы хотим иметь Бога Отцом, братья и сестры, у нас нет выбора с вами. Мы должны быть побеждающими христианами. Мы должны вести жизнь в победе. Жизнь в победе. Но мы не говорим о том, что мы такие сильные. Мы такие хорошие. Мы все можем. Мы противостоим. Нет. Наша сила в Боге. Он показывает, что Бог наш Бог сил. Бог крепкий. Бог сильный. Потому что мы знаем с вами, что победитель, это тот, кто выиграл. Победитель, это тот, кто сильнее. Мы с вами знаем спорт, да? Множество тут братьев занимаются футболом, там, другими видами спорта. И человек все делает для того, чтобы победить. Все делает для того, чтобы забить гол. И мы знаем, что мы выиграли. Мы с вами говорим, а вы проиграли. Мы сильнее, а вы слабее. Апостол Павел, рассуждая о воскресении, о победе над грехом, о победе над грехом, я подчеркиваю, братья и сестры. Мы с вами сегодня говорим о Рождестве, о жизни с избытком, о жизни в победе. И апостол Павел, возвращая нас немножко назад туда, в пасхальную те истории, он говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу. И можно точку поставить было бы. Но он говорит, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Вот это удивительнейшая победа. Давайте с вами просмотрим, какая моя жизнь. Победоносная жизнь? Или жизнь плетущаяся? Или жизнь постоянно в падениях? Или жизнь проигрышей? Как я могу себя обозначить, проанализировав свою жизнь? Я говорю себе, опять проиграл. Опять гол получил в ворота. Опять мимо цели. Опять не так. Опять неправильно. Опять не то сделал. Опять не так сказал. Опять не сделал то, что хотел сделать благое. Вот это жизнь христианина. И к большому сожалению, она у многих из нас сейчас таковая. Потому что мы говорим, нам скучно, нам неинтересно, нам что-то надо новое, нам какой-то надо рефреш, нам надо какие-то движения, нам надо хлопать, скакать, прыгать, раздеваться и всякие другие такие вещи делать. Но мы с вами говорим сегодня о духовном, о внутреннем содержании. И это внутреннее содержание, но влияет на мое внешнее содержание. И мы не можем это сказать, что вы не обращаете внимания на мою внешность. Как мы часто слышим, это молодые люди выражают это. Вы смотрите на душу мою. Братья и сестры, я отвергаю. Это ересь, это непонимание правильного священного писания. Мы обращаемся к Слову Божию. И Слово Божие говорит, что Христос дает ту жизнь, которая отвращает меня от прошлой жизни или от жизни по плоти. А дает мне жизнь по духу, жизнь новую дает. Вот это. И мое внутреннее содержание, оно отображает мое наружнее содержание. Все мои слова, все мои действия, все мои положения, отец, муж, служитель и так далее, и так далее. Итак, братья и сестры, заканчиваю свою тему. Для чего пришел Христос? Чтобы мы имели жизнь вечную. И эта жизнь вечная уже здесь была для нас жизнью с избытком, жизнью удовлетворения, жизнью наполненной, жизнью с красками прекрасными. Не серой, темной, унылой, скучной. А жизнью со смыслом, жизнью целеустремления. Задаю некоторые вопросы, и мы будем молиться. Имеем ли мы сегодня эту жизнь? Простой очень вопрос, но очень глубокий. Есть ли избыток в этой жизни сегодня моей, духовной жизни? Смысл Рождества, как Александр сказал, это не сейлы, это не подарки, это не застолья. Какие-то пари, может быть, какие-то другие выходные, может быть, векейшины. Смысл Рождества, жизнь вечная во Христе Иисусе. И я заканчиваю пожеланием одного текста. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Помолимся. Аминь. Водопады. Вадик. 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 ПЕСНЯ 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 Для того, чтобы кровь Твоя была пролита за нас, для того, чтобы через Твою смерть мы могли иметь жизнь, и не просто жизнь, но жизнь с избытком. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое звучало к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь, что мы должны иметь эту жизнь, жизнь с избытком, которая была видна, видна для нас, видна для окружающих. Поэтому помоги, Господи, чтобы и это Рождество в этом году, чтобы оно могло принести новые моменты в жизни нашей, новые воспоминания, новые мысли, чтобы мы действительно старались понимать, что оно означает для каждого из нас, чтобы мы могли отвечать на этот вопрос для самого себя. Благодарим Тебя, Господь, за это служение. Благодарим Тебя, что Ты был с нами, что Ты Слово Своё открывал нам. Помоги, чтобы это Слово могло упасть на добрую почву для нас, и чтобы оно в практической жизни нашей могло принести плод для Царства Твоего. Господь вместе с родителями, вместе с дедушкой, с бабушкой, проносим Тебе этого младенца Иеремию. Ты, Господи, знаешь его. Ты знаешь, что у него была операция, и поэтому мы открываем свои желания пред Тобою. Просим, чтобы Ты восстановил его полностью. Просим, чтобы Ты, Господи, дал ему здоровье, чтобы Ты дал ему облегчение. Но в то же самое время просим, чтобы Ты волю свою исполнил, и чтобы было по воле Твоей. Просим, чтобы Ты хранил его, поэтому на руках молитвы приносим его Тебе. И верим, что Ты благословишь его, что Ты восстановишь. Благослови, Господи, каждого из нас хранить это Слово, которое мы слышали. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь.